Здравствуйте, дорогие друзья! Пятница перед Шаббатом Шира, сегодняшний день, это уникальный день, особый день. Есть такая замечательная сгула на заработок в этот день. Положить крошки хлеба на подоконник, или высыпать на балконе, или просто вынести, чтобы птицы поклевали. Это написано залог хорошего заработка на весь год. Пробуйте. Говорят мудрецы, что женщины страдали в Египте в большей степени, чем мужчины. Ведь самый страшный указ фараона предписывал уничтожать новорожденных еврейских мальчиков. И для материнского сердца это невозможное испытание. Сейчас дети тоже тонут в море, их бросают в море, безверие в море, красивое море компьютерных игр. Написали мудрецы, что мы лишаем себя будущего, если сегодня подчиняемся указу фараона, и равнодушно наблюдаем, как топят наших детей. Как и в свое время в Египте, этот указ имеет наибольшее отношение к женщинам. Именно женщины способны противостоять опасности вот этой грозящей всем народу, позаботиться о еврейском воспитании своих детей. Кто, как ни мать, больше всего общается с ребенком, и только она может спасать его, расскажет о благодарности Всевышнему, подобно пророчице Мирьям, остальным женщинам, вышедшим из Египта. Вообще роль еврейской женщины в исходе была велика. И мудрецы говорят, что именно в заслугу еврейских женщин были избавлены от рабства в Египте. Женщины были увереннее мужчин. И объясните, как Мидраж говорит, они бубны себе сделали, еще находясь в Египте, с которыми потом играли песни. В память о исходе, в знак благодарности Всевышнему за спасение, вот эта Ширата Ям, эта песня моря, которую мы читаем вот в эту недельную главу, это самая благодарственная песня, она включена в ежедневную молитву, написал выдающийся каббалист Ицкак Лурия, Ари, которого все знают. Он, что последнее поколение перед приходом Машеха, а это мы, это реинкарнация поколения исхода. Вот все люди, которые выходили тогда, они сейчас выходят. И сегодня мы стоим на пороге окончательного освобождения, и это объясняет, почему именно женщины сегодня должны спасать мир. Они могут это сделать. Сегодня, как и тогда, написано, что праведные женщины приносят спасение. И их ожидание Машеха более глубоко, написала Каббала, чем у мужчин. И оно вдохновляющее и поддерживающее. И вот написано, что именно от них идет мелодия избавления. Мы, в принципе, каждый день произносим песнь моря в молитве. Она включена в молитву. Но это трудно почувствовать этот исход. Ну, читают как автомат. В комментарии Магена Авраам написано следующее. Песнь моря нужно произносить с огромной радостью, представляя в уме, как словно ты в этот день переходишь через море. И кто с радостью ее произносит, написано, «Тому прощаются все грехи». Повторю. То есть тот, кто сегодня, точнее завтра будет это, прочтет в синагоге с радостью совсем. «Прощаются все грехи». В будни мы загружены. И сердце наше написано не с нами. Мы как пьяные. Не от вина, от хлопот, от беспокойства, от трудностей с заработком, от повседневных проблем. Но шаббат – это день покоя, радости, когда приходит дополнительная душа человеку. День, когда мы должны видеть свои дела, уже сделанными написанными, без всяких тревог. И написали каббалисты, надо воспользоваться этим подходящим моментом и произнести в этот шаббат с радостью песню. Самый подходящий для этого шаббата – это шаббат Шира. Вот шаббат, имеющий имя. Вот этот шаббат Шира. Если кто прочитает эту песню с радостью, написано, «Прощаются все грехи», повторяем. Мы словно сотворяемся заново. В этот шаббат написано, можно возвыситься и взглянуть на себя так, словно мы выходим из Египта. Надо представить, что нас только что освободили. Мы можем пережить, и обязаны это сделать, преследование со стороны египтян, уверенность в Творце, увидеть перед своими словами раздвигающееся море, пройти между вот этими стенами вод, посмотреть, как они обрушиваются на войско фараонов. И тогда исполнять песню моря с большой радостью. И написано, мы удостоимся прощения грехов и открытия новой страницы в жизни. Так написано. Каббалисты написали это намного-намного раньше, чем сегодняшний день. Этот шаббат написано, это время благоволения небес. И написано, в этот день очень хорошо, чтобы дом был веселый. Нельзя ни в коем случае, никакой ругани в доме. Должна быть радость. Написано, что человек, если он правильно продержал, он видит, как все в жизни выстраивается в строй мире. И желательно про них в синагоге прочитать, в крайнем случае дома. Написано в этот шаббат, есть сгула еще на достаток. Примена такая. Прочесть 69-й Тигелим, написанный Нахшоном Бен Аминадамом, главой колена Иуды, который первый вошел в море, перед тем, как оно раздвинулось. А также и 23-й Тигелим, где сказано, накрой штул на глазах у врагов моих. Сгула есть еще для шедуха, для пары. Это шаббат, это пара еврейского народа. Надо стараться шаббат, помочь шаббату, вложить себя в шаббат. Это замечательная сгула на хороший шедух. Повторяю, покормить птиц перед шаббатом во время шаббата, это великая сгула этого шаббата. Брахава от слаха, шаббат шалом.